Центральное здание бани номер 3 стоит на месте, а вот расположенный рядом одноэтажный объект снесен. Собственник приступил к строительству нового. Как сообщил начальник госуправления историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия, здание бани и рядом располагающиеся старые строения никогда не были внесены в списки памятников историко-культурного наследия. Они были внесены в список подлежащей экспертизе. По решению Кабинета министров с изменением законодательства было решено, что можно предварительный список внести, потом доработать и провести дальнейшие работы, в том числе согласование с держателями, с другими организациями. Там же не только мы не отвечаем, отвечает еще и экология. Предварительный список, который является пока рабочим документом, но он является начальным документом. Там есть определенные полномочия, которые позволяют нам проверить дальше, именно так или не так. Можем теперь провести сами экспертизу и так далее. И в случае несогласия или же нормального стечения обстоятельств, все равно потребуется экспертиза. В начале или и в конце. Она была проведена. Строительство Сухумской третьей бани, по некоторым данным, относится к 30-м годам прошлого столетия, а по другим – к 1957 году. После Отечественной войны народа Абхазии около пяти лет баня функционировала. Затем ее закрыли. Более чем за 20 лет объект обветшал. От просторных, некогда коридоров, светлых ванных комнат, процедурных кабинетов осталась пыль, разруха и куча мусора. Две недели назад была создана экспертная комиссия. Согласно ее заключению, здание Сухумской третьей бани по улице Воронова не является объектом историко-культурного наследия. Это ответ экспертный уже есть. Он не имеет по своим признакам и так далее, не может быть памятником, не является памятником. Само здание, вот это основное здание, да, а это кирпичное здание, оно у нас тоже не входило. Мы не собирались, потому что это позднейшее станет, из кирпича там круглые окна, арматура, уголки железные, это мы не собирались. Но единственное, что мы знаем, там мероприятия ведь проводились, там мероприятия свадебные, поминальные и так далее, можно было оставить. Это город должен был решить вообще. Это не наше ведомство, но мы и сами люди тоже должны были походатайствовать. Ну так решили. Как сообщил Гарри Сангуля, здание Сухумской бани номер три было давно приватизировано и находится в частных руках. Мы купили это строение, которое не было вообще памятником, он стоял на сносе. Если я не знал, что это строение стоит на сносе, я вообще не купил. Вот такое было сказано. Это хозяева? Хозяева, да, понимаете, вот хозяева. Теперь надо решить, как и так далее. Что там из памятника осталось? Фундамент и угол стены. Вот теперь они должны решить, экспертиза должна решить. Далее принадлежит собственник тот, кто купил. Все, больше никому не может принадлежать, потому что она была продана. У него есть свой собственник. Не было же памяти, не наша сфера вообще. Он 30 лет, не наша сфера. Мы не включали никогда и не собирались вообще включать. Таким образом, здание Сухумской третьей бани по улице Воронова по заключению экспертной комиссии не входит и никогда не входило в реестр историко-культурного наследия Абхазии. По словам Гарри Сангуля, столичная администрация тоже должна сделать свое заключение.